Как правильно относиться к людям, которые совершают ошибки? А мы не можем ни к чему правильно относиться, понимаете? Ни к чему. Мы всегда будем чувствовать боль и всегда осуждать тех людей, которые будут нам делать больно. Не думайте, что вы будете выше того, что я сказал в вашей жизни. Это невозможно. Вопрос только количества боли, которые вам могут причинить. Бывают и святые люди, понимаете? Но когда приходят в монастырь и начинают стрелять всех подряд, которые находятся рядом, и с ним жили всю жизнь, и он видел их духовные подвиги, даже этот человек не сможет удержаться от гнева. Понимаете? Но разница заключается в том, что потом он простит оскорбителю все равно. В нем есть эта сила. И он простит через отношения со святостью, через отношения со старшими. Только эти отношения дают победу. Человек не может сам победить свою судьбу. Почему мы сами пытаемся все сделать? Вот муж уходит, что надо делать? Надо бежать к молитве, бежать к старшим, бежать к священным писаниям. Надо быстрее что-то делать в этом направлении. Если человек сам пытается что-то делать, он рушит и рушит, рушит и рушит свою жизнь. Ребенок заболел, что надо делать? Допустим, попробовали полечить, сами попробовали, не помогло, врачи попробовали, не помогло. Что дальше надо делать? Бегать искать других врачей? Нет. Сначала надо обратиться к святости. Начать молитву, начать контакт со святым, начать это делать со всей силы. С целью почувствовать объем работы. С целью успокоиться в какой-то момент, когда человек молится, молится, молится. И раз, чуть-чуть вера появилась, что ребенок вылечится. Вот тогда он начинает понимать, сколько сил надо потратить, для того, чтобы его вылечить. Понимаете? И куда надо эти силы тратить? Потому что первое, что при контакте с чистотой, со светлостью, с силой происходит, успокоение. Успокоение означает уже тонкая победа. Победа на невидимом плане. Что такое победа на невидимом плане? Знаете? Вот два боксера стоят друг напротив друга, и одно подкашиваются ноги. Почему? Хотя он боксер, он всю жизнь боксом занимает. Потому что у того больше силы внутренней, душевной. Понимаете? У первого больше душевной силы. Поэтому тот не может с ним ничего сделать. У него душевная сила большая. Душевная сила стоит выше, чем физическая и любая другая сила. Она побеждает на невидимом плане всё. Эта душевная сила идёт от контакта с Богом. Чем сильнее горит лампочка, тем сильнее она освещает всё вокруг. Лампочка — это солнце или нет? Ну почему она горит? Вот кто сказал, ребёночек хороший у нас, всё знает. Она горит, потому что она каким-то образом получает энергию солнца. Понимаете? Это опосредованный способ. Через энергию воды и так далее. В конце концов, в лампочку попадает энергия солнца. Но она никогда солнцем не станет. Но чем больше в лампочке энергии солнца, тем сильнее, ярко она горит и освещает всё вокруг. Есть такая ведическая молитва. То есть переводится так. Асато масат гамая. Асато. Асато переводится двумя способами. Означает темнота. Но это не обычный вид темноты. Асато означает темнота, невежество, отсутствие знания. Человек думает, что он уверен на тысячу процентов, что он прав. Это значит, что он находится в невежестве. Потому что знание всегда проявляется в смирении. Первое, что должно произойти в сердце, это чувство, может быть, что-то не так я делаю. Это первый признак того, что разум пробуждается в сознании. Исато что такое? Сато означает вечность. Асато означает бренность. Означает неправильное мышление, бренное мышление. Думать о том, что сейчас временно. Жить только для квартиры, машины и так далее. Нет солнца. В этом во всем. Жить для зарплаты, для работы, для квалификации, для института. Просто для этого жить. Временная вещь. Нет вечности. Означает страх, 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 страх. Постоянно что-то не то. Все бегут, 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 бегут. Почему они все бегут? Потому что они боятся времени. Они боятся остаться без денег, без жены, без детей, без квартиры и так далее. Это называется асато. Это называется асато. Беспокойство, страх. Гамая значит победа. Асато, массат, гамая. Если вы в беспокойстве находитесь, если вы бегите, бежите куда-то, если вас что-то трясет, колбасит вам плохо в жизни. Если вы чувствуете неудовлетворенность, если вы чувствуете опустошенность, если вы чувствуете, что тело не мое, все смотрит чужое в этом мире, мне ничего не нравится. Если нет природы, нет листочков, нет счастья, нет в вашем жизни мира. Что это значит? Это значит, что с вечностью у вас контакт слабый. Сад значит вечность. Что нужно делать? Соединить себя с вечностью. Прийти в храм, встать, послушать молитву, послушать песнопение, послушать священное писание. Соединить себя с вечностью, если не можешь своей силой соединить через чужую. Это самый первый способ победы. Когда цыпленок не может сам кушать, что происходит? Он открывает рот и кричит. Этот крик означает энергии любви. Мама, я тебя люблю, дай мне покушать. И так как он любит маму, она приходит и дает кушать, потому что любовь дает возможность кормить. И так далее. Все это означает любовь. Какая любовь? Любовь младшего к старшему. Любовь младшего к старшему это означает. Старший всегда приносит еду, приносит энергию вечности, вечности. Без пищи невозможно жить. Господи, дай нам хлеб наш насущный. Хлеб насущный означает вечность. Когда человек начинает ходить в храм, начинает соприкасаться с духовностью в своей вере, в своей культуре, ничего не меняя, все оставляя как есть. Или, допустим, у него нет веры. Ну хорошо, соприкоснись с совестью. Почитай дровоучение, почитай какие-то правильные книги. Послушай голос чистого, светлого человека, который думает о высшем, о совести, о чистоте. И твое сердце начнет наполняться силой. Ты почувствуешь, что жизнь налаживается, все становится хорошо. Это должен делать человек. Нет другого способа победить тяжелую судьбу. Нет другого способа. Не может человек сам отвлечься от событий. Они его сковывают, притягивают, затягивают, заманивают и глотают. И разрушают его жизнь. Не думайте, что у вас обязательно все получится. Надо знать, что эта жизнь очень серьезная и тяжелая. Экзамены могут быть очень тяжелыми. Сегодня я получил СМС-ку, который доказательство тяжести экзаменов. Человек похоронил самого близкого, самого дорогого, самого бесконечно любимого в его жизни человека. Единственный вопрос, за что? За что? Больше нет никакого вопроса в это время в сердце. Хоть он обладает знанием, хоть молится, хоть не обладает. Не имеет значения. В это время человек не может сам ничего сделать с собой. Но если он обращается к высшей силе, постепенно, потихоньку, сердце его всплакается, утверждается, становится настолько сильным, что в следующий раз такое же событие его сломать уже не сможет. Потому что он встал на другую ступеньку жизни. И поэтому правильно относиться к событиям и людям, которые, тяжелые события, людям, которые совершают ошибки, означает только одно. Отвлечься от них и привлечься тем, что дает силу. Силу. Как научиться прощать и раскаиваться? Завтра у нас будет тренинг по молитвам. Будем практиковать, пробовать и так далее. Даже мы на самом деле сегодня будем это делать. Мы не будем молиться в какой-то вере. Веда говорят, что на самом деле не обязательно молиться в какой-то духовной культуре. Есть такое понятие в ведическом знании. Называется шанти-мантры. Что такое шанти-мантры? В шанти переводится мир. Слово шанти переводится мир. И они звучат так, таким образом. Сарвей баванту сукинага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, пусть у всех в сердце будет мир. Сарвей бадрани пашянту. Пускай у всех будет удача в жизни. Накаши ду кабак бавет, пусть никто не страдает. Теперь у меня к вам вопрос. Какой вере принадлежат эти слова? Ко всем, правильно? Поэтому первый этап отношений с высшей силой, с совестью, это повторять вот такие слова. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Когда человек так действует, то он соединяется с совестью и получает все, что необходимо в его жизни. Это тоже действует как молитва. Это не может такую силу, как молитва иметь. Но понимание, как молиться, может дать. Поэтому мы будем повторять, я желаю всем счастья, просто как практику. Не то, что это и есть главное. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич придумал новую веру, я желаю всем счастья. Нет, это бред полный, так говорить. Я не придумал никакой веры, это просто элементарная культура. Некоторые думают, что культура это швейцарские часы носить и брюки-клёш там или еще какие-нибудь. Каждый раз все меняется. Вот. Или макинтош. Вот. Нет, культура означает способность настроиться на вот эту волну. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Ну, то есть отвлечься от себя и начать думать о других, начать действовать на благо других. И тогда совесть радуется в сердце и все постепенно налаживается в жизни. Это самый первый способ и самый простой достигнуть возможности победить судьбу. Как научиться прощать и раскаиваться? А никак. У меня есть один друг, у него, он был перефектом, подземельным вопросом в Москве. И у него был строился свой коттеджный поселок, все было классно в жизни. И его партнер взял его и предал. И он все потерял, все потерял этот человек. И он в результате пришел к Богу. Он получил веру, обрел. То есть у него много в жизни поменялось. Но простить этого человека он так и не смог. Он не смог в сердце в своем решить, что этот человек, ну ладно, Бог с ним. Ну как-то, ну и Бог с ним. Ну как-то, ну нет, ну, конечно, Бог с ним, но вот чтобы ему чуть-чуть хотя бы пусто было на этой земле. Ну то есть не мог, простите, он не мог. И это означает всего лишь одна вещь. Не хватает энергии Божественной в сердце. Не хватает того счастья, которое бы растопило, вот этот камень бы сравняло, чтобы камешек, ну, чтобы камешек был закрыт водой полностью. Не хватило сил. Просто не хватило сил. Человек не может сам вообще никому ничего простить, потому что энергия прощения, эта энергия имеет Божественную, не мою, а Божественную природу. Я не могу создать эти цветы. И также прощение, это как цветок в сердце, который рождается неожиданно. И один раз мы, вот с ребятами, с которыми я работаю в клинике, у нас целая большая команда, и все они занимаются духовной практикой. И мы собираемся по воскресеньям и проводим семинар по молитве. Каждый раз изучаем это, глубже, глубже пытаемся понять. И он как-то попал на этот наш семинар, настроился, помолился, и потом начал бегать, говорит, а-а-а, получилось. Я говорю, что получилось? Он говорит, простил. Я говорю, ну ты думал об этом в это время? Он говорит, нет, я не думал, я вообще забыл. Я вообще, как бы, уже давно забыл об этом человеке. Просто я, когда молился, я вдруг неожиданно вспомнил его. И вспомнил в этой памяти, которая произошла, я увидел, что больше этот человек не может причинять мне боль в моем сердце. Я помню о нем, а боль не возникает. Помню, а боль не возникает. И я все спокойнее, спокойнее мне отношусь к нему. Я спокоен в смертельном бою. Ну то есть спокойнее, спокойнее, спокойнее становится. Почему? Потому что эта вера от смерти меня темной ночью хранила. Понимаете? Потому что стала вера, его сила, способность контактировать с Богом стала сильнее камешка. Камешек закрылся водой. Все, пришла победа. Это называется прощение. Поднимите руку, кто испытал в полной степени в своей жизни это. Чтобы была невыносимая боль в отношении с человеком. В результате молитвы раз и пришло неожиданно, как победа, прощение в сердце. Поднимите руку. Кого такое произошло? Вот девушка поднимает руку вдохновенно. Белые кофточки. Спасибо. Ну давайте микрофончик. Кто у нас принесет? Девушка, вы можете принести нам микрофончик? Кто-то должен принести? Назад надо. Ко мне, ко мне идем, идем, идем ко мне. И знаете такую игру вслепую? Идем, идем, идем вперед, идем, идем. А вот белые кофточки на пятом ряду. Это вера в смерти меня. Так, ну рассказывайте. Я не очень могу красиво выражаться. Ну, знаете, это не обязательно вообще. Я тоже, знаете, некоторые люди мне рассказывают, у меня есть один знакомый, он такой состоятельный человек. Он говорит, Олег Геннадьевич, знаете, я когда его первый раз услышал, сразу выключил. Я говорю, почему? Он говорит, да знаете, у вас такой голос занудный. Начал слушать, думаю, господи, что он там чешет себе, сидит, что-то чешет, чешет себе под носом. Вот, и выключил сразу. Вы знаете, пару лет назад мы с мужем подели на тренинги личностного роста, и предпосылки были. То есть мне советовали, вот, послушай Тарсунова. Ну, как-то, видимо, я еще не созрела до этого. Может, голос занудный все-таки. Да, и мне казалось... Ну так же есть, это же правда. Вы знаете, нет, сейчас я так не считаю. Вы привыкли просто, привыкли. Не знаю. Вот, ну, два года назад это было. Я вспомнила это, и действительно... А вот... Я сегодня в баню, когда пришел, там в бане была со мной реклама. Я после самолета всегда в баню сразу приезжаю, потому что она снимает вибрацию. И я, когда рекламку, как бы, мне принесли, показали, приходите, послушайте лекции. Я говорю, каждый день слушаю, уже так достал. Ну, я про этого фраера, который там был на рекламке. Ну, рассказывайте. В общем-то, не знаю даже, что надеюсь. Ну, что, как простили, мы же об этом говорили. Как простили, я не знаю. Я просто ощутила, что у меня к мужу я стала по-другому относиться. Простили. В молитве простили. Я к этому как-то... У меня не было такого понимания именно, что я к этому иду. Ну, как-то само собой. Само собой, в молитве? Да, да. Вот, правильно. Потому что, понимаете, идея-то в чем заключается? В том, что есть объем работы. А он делается сам по себе. Все равно акцентировать лучше. Бывает так, молишься-молишься, баш пришло на сердце, все, простил. Само по себе. Потому что акцент остается там. Там в сердце всегда есть то, что мы должны преодолеть. Хоть помним мы это, хоть нет. Но лучше чуть-чуть акцентировать. Как люди говорят, Олег Геннадьевич, как помочь человеку, который ушел из жизни? Он в сердце всегда остается. Хоть думаешь, хоть нет. Но если ты только о нем думаешь и воешь, помочь ты ему не сможешь. Это называется уже неправильная ситуация. Надо отвлечься от этого человека и молиться, молиться, думать о Боге. И постепенно вот этот камень на сердце, который у тебя возник из-за того, что он ушел из жизни, становится легче, легче, легче. И потом раз, у тебя светлая память о нем. Все. Работа закончена. Это значит, что у тебя всегда останется с ним вот светлая память и чистое все в сердце. Можно еще немножко добавить? Конечно. Я поэтому вас спросил, чтобы вы добавили. И именно пришло понимание после ваших лекций. Я стала их слушать не так давно, где-то недели две назад. Да? Да. Ну и слава Богу. И пришло именно понимание, я пришла к Богу с пониманием. Потому что раньше у меня муж тоже ходил в церковь. Я просто это принимала. И я думала, что у меня тоже, я верю в Бога, да. Но мне не обязательно ходить в церковь и молиться. У меня просто не хватало знаний. То есть вы через слушание как бы... Через ваши лекции мне пришли знания. Вы слушали, слушали, потом раз вы простили. Нет, я осознанно пошла в храм уже. Угу. И просто я не знала, что там делать. Я просто стояла, слушала. И все. И случились такие волшебные вещи в моей жизни. На меня смотрела одна икона, как мне казалось. Казалось вам, да? Да, мне показалось просто так. Показалось так, да? То есть она не может смотреть, да? Да, действительно. Тем более это было не написано... Икона не может смотреть, да? Не написанный лик, а просто ксерохопия, да? Угу. То есть действительно вот... А вы знаете, что если человек обращает свое внимание на святость, он немедленно соединяется с объектом? Вот допустим... Это всегда так бывает. Вот допустим, вы вспоминаете место какое-то. Допустим, а мне все снятся острова. Ну допустим, вы были где-то на островах. Вспоминаете это место. И если вы очень сильно будете вспоминать, вы даже почувствуете, как сейчас там. Вы сначала соединитесь с прошлым, что было там. Почувствуете, что было там в прошлом, а потом вы реально и в настоящем почувствуете, что там сейчас. Это реальный факт. То же самое происходит с объектом святым. Если вы видите просто нарисованное изображение святого человека, то вы соединитесь с ним. Если вы будете глубоко концентрироваться, вы реально почувствуете эту Личность прямо сейчас. Это факт стопроцентный. Также святое место на фотографии, пусть с сирокопией, также воспринимается. Вы знаете о том, что всех своих пациентов уже много лет я тестирую через фотографию. Это удобнее, потому что мы сначала определяем тонкие параметры, по которым мы лечим людей. А потом уже человек приезжает и все готовенькое. Понимаете, мы уже травы подобрали, специи, масла, диету. Все просто потому, что мы его потестировали раньше. На фотографии все отражено четко и без всяких искажений, потому что фотография соединяется с объектом. Понимаете? Мы просто не знаем об этом. И то, что вы смотрели, на вас смотрела икона, это просто означает, что вы соединились с этим объектом и все. И вот после вот этих событий, как так получалось, что сначала события были, происходили в моей жизни, а потом я уже получала знания о них. И мне муж говорит, давай приобретем икону этого святого. А, и на следующий день хотелось мне... Как раз это было перед Пасхой. Переключаю телевизор. Ребенок просит мультфильмы. Но меня что-то остановило. Передача заинтересовала. Я переключила обратно на два канала. Я остановилась на этом. И передача была про святителя Луку. Святого Луку, да? И я про него прослушала все это. Мне очень это было интересно. И в итоге оказалось, что вот этот... Я не знала, кто это смотрел на меня, но мне показалось это знакомо. На следующий день мы поехали в этот храм. Я посмотрела, и это будет действительно вот этот святой Луку. Ну, точно так же у меня в жизни было тоже. Я очень почувствовал сильно мать Терезу. Очень почувствовал. И один человек, по-моему, из Казани. Из Казани. Он рисует, он художник. Нарисовал мне эту картину мать Терезу. И я повесил ее в своем кабинете. Такая огромная такая картина, красивая. Глубокая очень. И так же она пришла в мою жизнь. После того, как я захотел, чтобы она была в моей жизни. Через какое-то время я получил эту картину. Точно так же. Точно так же я говорил много о своих лекциях. Как пример приводил, что постоянная очередь Святой Матроны идет в Москве. И теперь на каждую лекцию в Москве не приносит цветочек от Святой Матроны. Прямо с ее вот захоронения цветочек приносит. Каждую лекцию в Москве. Понимаете, высшие силы 10 шагов к нам делают, когда мы хотя бы один шаг к ним делаем. Хотя бы чуть-чуть подумаем о святости. Там же любви больше, чем у нас в сердце. И сразу назад отклик очень сильный. Единственное, пока не научился, как с ним контактировать. В полной мере. Не надо. Вы не понимаете, что такое контактировать. Я сейчас вам расскажу. Очень просто. Контактировать означает служить. Надо кланяться Святому Человеку. Надо думать о Нем с благодарностью и пытаться выполнять Его наставления. Это сразу приводит к контакту. Нет необходимости пытаться контактером быть. Еще я с тобой сконтактирую, браток. Не надо. Нет необходимости. Служение привлекает. Так же, как птенец просит пищи, точно так же вы просите знания, кланитесь, пытаетесь служить в сердце своем. Но появилось ощущение, что я стала какие-то поступки делать. И у меня что-то приходит, мысль какая-то. Те поступки, которые я раньше не делала. Я думаю, как мне кажется, это через него идет. Пшш, сто процентов. Сто процентов знания приходят через старших. Спасибо вам. Вы очень много правильных вещей сказали. Продолжайте слушать лекции. Не обязательно мои. Есть много людей, которые могут вам помочь. Изучайте этот вопрос. Итак, прощение и раскаяние — это то, что происходит само собой. Но понимаете, прощать и раскаиваться — это разные принципиально вещи. Если прощение приходит просто потому, что мы занимаемся вот этой практикой отношений со Солнцем, с высшей истиной, с высшей силой. Беды сравнивают Бога с Солнцем. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за Солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди. Дорогою добра. Ну, то есть, дорога добра означает Богу. Нет другого способа понять, что такое дорога добра. И когда человек уже пошел этим путем, сразу же в нем наступают поступки, которые имеют такую же природу. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Понимаете, дорога добра означает путь Солнца. То есть, Солнце дает всем свои силы, не спрашивая ничего назад. Мы даже ему иногда подставляем одно место. Оно все равно светит радостью в это место нам, понимаете. Мы подставляем, чтобы там было много радости. Чтобы мы его заряжаем энергией Солнца, это место. Ну, из глупостей своей, естественно. Оно все равно светит. Дождь льет и на паря, орошает их, и на скалы, которым особо этот дождь не нужен. Святые люди всегда и всем дают свою энергию счастья, так же, как Солнце. Они светят всем и глупым, и хорошим. Но только те, которые хорошие, могут это всосать. Скалы дождь не всасывают. Дождь всасывает только плодородная почва, из которой потом растут кабачки. Знаете, кабачки, как раз-то на семечку. Раскрылся. Почему? Потому что попадает дождь, попадает Солнце. Все это от Бога идет, от Бога идет любовь. Энергия в этом мире, божественная любовь проявляется через дождь и Солнце. А когда дождь вместе с Солнцем, это считается высоким знаком божественным. И в это время, когда дождь соединяется с Солнцем, на небе появляется еще один божественный знак. Радуга, да? Это факт, сто процентов. Знаете, если у вас какое-то мероприятие проходит очень важное, на небе произошло Солнце, и дождь пошел в это время вместе с Солнцем, то это означает, что Бог благословил вас. В ведической культуре существует такое понятие, как венчание. И когда у меня было венчание с женой, то в это время пошел дождь, было Солнце на небе. Ну, было Солнце, и дождь вместе светил. Это дождь такой, знаете, такой солнечной капельки дождя, или в это время. Время вот этого бракосочетания, венчание. Венчание означает, Бог защищает семью уже. Это не только родственники, когда роспись, это родственники защищает. Если люди расписаны, родственники, друзья, говорят, ты что, дураки, вы же расписаны, вы что расходитесь, вы же муж, жена, реальные. Зачем вы расходитесь? А когда венчание, Бог защищает уже людей. Он просто не дает, как бы, влюбилась в кого-то, он раз и умер. Вот. Ну, или там еще что-то. Бог не дает, значит, Саша. Не получается, как бы, события не дают возможности. Настоящее венчание так действовано. Должно быть очень сильным. И потом, дальше интересная вещь произошла. Это не в Индии было вот это венчание. Мы его делали на Украине. В одном месте, в одном деревушке маленькой, там у нас проходили такие учебы, приезжали люди, и мы там решили сделать так же венчание. И прилетел аист. Сел прямо на столб сверху и смотрел на это венчание. А потом, когда оно закончилось, он улетел. Аист тоже указывает на то, что все будет хорошо. Такая птица удачи. И так много в нашей жизни на многое могут указывать высшие силы через разные знаки, которые в природе существуют. Прощение приходит само собой. Не надо беспокоиться. Ты не простил кому-то, значит, ты недостаточно молился просто, и все, молись дальше, придет прощение. По помощи умершим тоже приходит само собой. Просто больше занимайся духовной практикой после их ухода. Придет время, сердце, светлая память будет, и груз сердца сойдет. Просто знай, что надо больше этим заниматься, контакта со святостью. Чем больше у тебя трудностей в жизни, тем больше солнца должно быть. Тучи может разбить только солнце. Чем больше солнца, тем сильнее тучи расходятся. А вот раскаиваться, это непросто. Это не то, что ты молишься, молишься, и бац, и раскаялся. Для того, чтобы раскаиваться, нужно захотеть раскаиться. Но реально проблема заключается в том, что человек, когда очень серьезный проступок плохой совершает, то есть как бы, есть четыре вещи, указывающие на греховный поступок. Первая самая вещь, которая возникает в сердце, когда человек совершает плохой поступок, что этот поступок нормальный, все так делают, ничего плохого в этом нет. Это приходит всегда, когда человек совершает плохой поступок. Вот если муж бросает, что первое приходит ему в сердце? Что первое? Бросать нормально. Так все так живут. Понимаете? Это приходит в сердце, самое первое, что приходит в сердце. Если человек кого-то убивает, у него самое первое приходит в сердце, что ничего страшного, все нормально, это можно так сделать. Попытайтесь это понять, что так всегда это работает. Когда человек делает что-то плохое, у него нет вообще никаких проблем. Ну нет никаких проблем в сердце. И поэтому раскаяние начинается не с того, что ты считаешь это проблемой, а с того, что ты услышал от старшего, что это проблема. Вот с этого начинается раскаяние. И ты думаешь, да, а у меня как-то нет чувства, что это плохое. Потому что четыре стадии имеют вот это вот раскаяние. Первая стадия – принятие от старшего, что это плохо. Чисто формальное принятие. Нет не то, что ты уже прям все понял. Просто чисто формальное принятие, что это плохо. Потому что в сердце не пускает силы определенная. Плохой поступок вызывает очень сильную напряженность в атмосфере сердца. И сразу человек боится туда смотреть просто. Он раз туда и отвел, и не может туда повернуть свой взгляд. Ему очень тяжело. Вторая стадия раскаяния. Все это, естественно, дальше идет с помощью молитвы. Но включается раскаяние только с помощью слов старших. Человек может молиться, не молиться, но если он плохой поступок совершил и не обратил на него внимания, он сам в сердце не рассосется. Камешек, который лежит в реке, если его не поднять, он никогда не потечет вниз. Он будет так и лежать, так и лежать, понимаете? Ну, конечно, если течение очень сильное, может что-то произойти, но это рассчитывать не стоит. Обтекает река, камешки обтекают большие. Так и молитва тоже. Мы думаем, ой, у меня сердце такое чистое, блин, классное такое святое, молюсь я так хорошо мне. Это естественно, так чувствовать и считать. Но необходимо слушать старших. Необходимо слушать старших о том, что плохого в жизни ты делаешь. Не что хорошего, а что плохого. Это очень важно. Это больно, это трудно. И сердце не хочет этого ничего слушать. И плохо становится сначала, когда послушал. Камешек, когда поднимается, не та волна начинает идти. Но это необходимо. Потом дальше, что происходит, когда камешек начинает катиться, да? Катиться начинает. Что это значит? Понимать начал потихоньку. Совесть включилась. А что это, зачем же я так сделал-то? Зачем же это такое, что же такое произошло в моей жизни? Зачем я туда полез-то? Вот. То есть совесть приходит, человек начинает... И в этот момент надо просто продолжать. Дальше, если камешек потек, он покатился, то дальше он... Ну, сто процентов он уйдет из вашей жизни. Выкатится. То есть сначала просто принятие совета. Потом дальше молитва, очищение сердца. Уже вот этот вот процесс, вот этот процесс раскаяния всем известен. Что человек мучается, он чувствует... Это в фильме «Остров» показано. Он чувствует, что он не должен как бы так делать. Это неправильно. То есть он молится, 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 молится. Вот. И потом дальше что происходит? Приходит знание. знание о том, как тяжело потом выйти из этой ситуации гораздо тяжелее, чем этот поступок просто не совершать. и потом уже приходит силы не совершать. Сердце становится легким в конце, на четвертой стадии и сильным. И понимает, а мне это сто лет не надо. Вот не надо мне делать аборты, вот вообще никак. Не хочу. Я сейчас вспомнил, потому что у меня была такая передача в Омске «Входите, я отворю вам дверь». Я такой деловой, такой отворялся дверь там. Такой, типа, я все знаю. Вот. И там люди-то на самом деле, которые со мной в эти передачи участвовали, они больше знали, потому что они события пережили в жизни. И там ситуация была такая, что девушка совершила аборт. И она все эти стадии прошла. Ее сердце стало сильным. Но сначала она рассказывала, как она раскаялась, плакала. Сначала она узнала, что это нехорошо. Потом постепенно вот она все эти этапы прошла. И как вы думаете, что произошло внутри нее в результате этих этапов? она, пройдя этапы раскаяния, победила в себе плохую судьбу. Потому что, если мы лишаем кого-то жизни, то дальше что происходит? Это значит, что мы тоже можем ее лишиться. Часто у женщин аборты являются причиной сначала миомы или мастопатии, а потом дальше злокачественной опухоли. Такое может быть. Но если человек раскаивается, этого уже не будет. Понимаете, да? Гарантия наступает, что все будет хорошо в жизни. Видите, правда имеет горький вкус. Вот я сказал об этом, что-то многие женщины пригорел, лунились такие. Не надо печалиться. Вот. Надо просто дальше жить.